В четверг, 15 февраля, Святая Православная Церковь молитвенно отмечает один из великих двунадесятых праздников – Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Слово «сретение» в переводе с церковно-славянского языка означает «встреча». В этот праздник православные христиане вспоминают день, когда Богомладенец Иисус Христос был принесен в храм во исполнение древних постановлений закона Моисея. Правило гласило, что на сороковой день после рождения мальчика-первенца женщина должна была принести очистительную молитву и благодарственную жертву, а младенец получал благословение. Приблизительно за три сотни лет до этого праведный Симеон-богоприимец переводил книгу пророка Исаии на греческий язык. Во время работы он нашел отрывок, который вызвал сомнение. «Все дева во чреве приимет и родит сына». Слово «дева» показалось ему неуместным, и он хотел заменить его на молодая женщина. Однако явившийся ангел запретил изменять текст и сказал «имей веру написанным словам, ты сам убедишься, что они исполнятся, ибо не вкусишь смерти, доколе не увидишь Христа Господа, который родится от чистой и пренепорочной девы». И вот настал тот день, когда Божья Матерь и праведный Иосиф Обручник принесли богомладенца в храм Иерусалимский, чтобы получить благословение и услышать очистительную молитву, которая совершалась над всеми матерями. Симеон-богоприимец, ведомый Духом Божиим, вошел в храм в этот момент и увидел причистую деву с младенцем. Господь открыл Симеону, что перед ним не просто ребенок, а воплотившийся Бог, спаситель мира. Старец взял на руки Мессию и со слезами сказал «Ныне отпускаешь раба твоего владыка по слову твоему с миром, потому что видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал перед лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». В один из прошлых годов в праздничной проповеди в этот день наместник Святогорской лавры митрополит Арсений сказал «Мы поем в конце вечерни, когда уже закат солнечный, эти слова, и как бы вместе с Симеоном смотрим, что вот как день заканчивается, так когда-то закончится и земное наше бытие. Так как встретил Симеон богоприимец своего царя и владыку и принял его на руки свои, так и мы встретим его, представ перед престолом Вседержителя в день своего отшествия». Симеон.